Михаил Пришвин. Кладовая солнца. Сказка-быль. В одном селе возле Блудово болота, в районе города Переславль-Залесского, осиротели двое детей. Их мать умерла от болезни, отец погиб на Отечественной войне. Мы жили в этом селе всего только через один дом от детей. И, конечно, мы тоже, вместе с другими соседями, старались помочь им, чем только могли. Они были очень милые. Настя была как золотая курочка на высоких ножках. Волосы у нее не темные, не светлые, отливали золотом. Веснушки по всему лицу были крупные, как золотые монетки, и частые, и тесно им было, и лезли они во все стороны. Только носик один был чистенький и глядел вверх. Митраша был моложе сестры на два года. Ему было всего только десять лет с хвостиком. Он был коротенький, но очень плотный, лобастый, затылок широк. Это был мальчик упрямый и сильный. Мужичок в мешочке, улыбаясь, называли его между собой учителя в школе. Мужичок в мешочке, как и Настя, был весь в золотых веснушках, а носик его, чистенький тоже, как у сестры, глядел вверх. После родителей все их крестьянское хозяйство досталось детям. Изба пятистенная, корова-зорька, телушка-дочка, коза-дереза, Безыменные овцы, куры, золотой петух Петя и поросенок Хрен. Вместе с этим богатством досталась, однако, детишкам бедным и большая забота о всех живых существах. Но с такой лебедой справлялись наши дети в тяжкие годы Отечественной войны. В начале, как мы уже говорили, к детям приходили помогать их дальние родственники, и все мы, соседи. Но очень что-то скоро умненькие и дружные ребята сами всему научились и стали жить хорошо. И какие это были умные детишки. Если только возможно было, они присоединялись к общественной работе. Их носики можно было видеть на колхозных полях, на лугах, на скотном дворе, на собраниях, в противотанковых рвах. Носики такие задорные. В этом селе мы, хотя и приезжие люди, знали хорошо жизнь каждого дома. И теперь, можем сказать, не было ни одного дома, где бы жили и работали так дружно, как жили наши любимцы. Точно так же, как и покойная мать Настя, вставала далеко до солнца в предрассветный час по трубе пастуха. С хворостиной в руке выгоняла она свое любимое стадо и катилась обратно в избу. Не ложась уже больше спать, она растопляла печь, чистила картошку, заправляла обед и так хлопотала по хозяйству до ночи. Митраша выучился у отца делать деревянную посуду. Бочонки, шайки, лохания. У него есть фуганок, ладила длиной больше, чем в два его роста. И этим ладилом он подгоняет дощечки одну к другой, складывает и обдерживает железными или деревянными обручами. При корове двум детям не было такой уж нужды, чтобы продавать на рынке деревянную посуду. Но добрые люди просят, кому шайку на умывальник, кому нужен под копей или бочок, кому кадушечка солить огурцы или грибы, или даже простую посудинку с зубчиками, домашний цветок посадить. Сделает и потом ему тоже отплатят добром. Но кроме бондарства на нем лежит и все мужское хозяйство и общественное дело. Он бывает на всех собраниях, старается понять общественные заботы и, наверное, что-то смекает. Очень хорошо, что Настя постарше брата на два года, а то бы он непременно зазнался, и в дружбе у них не было бы, как теперь, прекрасного равенства. Бывает и теперь Митраша вспомнит, как отец наставлял его мать, и вздумает, подражая отцу, тоже учить свою сестру Настю. Но сестренка мало слушается, стоит и улыбается. Тогда мужичок в мешочке начинает злиться и хорохорится, и всегда говорит, задрав нос. — Вот еще! — Да чего ты хорохоришься? — возражает сестра. — Вот еще! — сердится брат. — Ты, Настя, сама хорохоришься. — Нет, это ты. — Вот еще! Так, помучив строптивого брата, Настя оглаживает его по затылку. И как только маленькая ручка сестры коснется широкого затылка брата, отцовский задор покидает хозяина. — Давай-ка вместе полоть! — скажет сестра. И брат тоже начинает полоть огурцы, или свеклу мотыжить, или картошку окучивать. Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растет в болотах летом, а собирает ее поздней осенью. Но не все знают, что самая-самая хорошая клюква — сладкая. Как у нас говорят, бывает, когда она перележит зиму под снегом. Этой весной снег в густых ельниках еще держался и в конце апреля. Но в болотах всегда бывает много теплее. Там в это время снега уже не было вовсе. Узнав об этом от людей, Митраша и Настя стали собираться за клюквой. Еще до свету Настя задала корм всем своим животным. Митраша взял отцовское двуствольное ружье-тулку, манки на рябчиков и не забыл тоже и компас. Никогда, бывало, отец его, направляясь в лес, не забудет этого компаса. Не раз Митраша спрашивал отца. — Всю жизнь ты ходишь по лесу, и тебе лес известен весь, как ладонь. Зачем же тебе еще нужна эта стрелка? — Видишь, Дмитрий Павлович, — отвечал отец, — в лесу эта стрелка тебе добрей матери. Бывает, небо закроется тучами, и по солнцу в лесу ты определиться не можешь. Пойдешь наугад, ошибешься, заблудишься, заголодаешь. Вот тогда взгляни только на стрелку, и она укажет тебе, где твой дом. Пойдешь прямо по стрелке домой, и тебя там покормят. Стрелка — это тебе, вернее, друга бывает. Друг твой изменит тебе, а стрелка неизменно всегда. Как ее ни верти, все на север глядит. Осмотрев чудесную вещь, Митраша запер компас, чтобы стрелка в пути зря не дрожала. Он хорошо по-отцовски обернул вокруг ног портянки, вправил в сапоги. Картузик надел такой старый, что козырек его разделился надвое. Верхняя корочка задралась выше солнца, а нижняя спускалась почти до самого носика. Оделся же Митраша в отцовскую старую куртку, вернее же в воротник, соединяющий полосы когда-то хорошей домотканной материи. На животике своем мальчик связал эти полосы кушаком, и отцовская куртка села на нем, как пальто до самой земли. Еще сын охотника заткнул за пояс топор, сумку с компасом повесил на правое плечо, двуствольную тулку на левое, и так сделался ужасно страшным для всех птиц и зверей. Настя, начиная собираться, повесила себе через плечо на полотенце большую корзину. — Зачем тебе полотенце? — спросил Митраша. — А как же, — ответила Настя, — ты разве не помнишь, как мама за грибами ходила? — За грибами. Много ты понимаешь, грибов бывает много, так плечо режет. А клюквы, может быть, у нас еще больше будет. И только хотел сказать Митраша свое вот еще. Вспомнилась ему, как отец о клюкве сказал, когда собирали его на войну. — Ты это помнишь, — сказал Митраша сестре, — как отец нам говорил о клюкве, что есть палестинка в лесу? — Помню, — ответила Настя. — О клюкве говорил, что знает местечко, и клюква там осыпучая. И что он о какой-то палестинке говорил, я не знаю. Еще помню, говорил про страшное место, слепую Елань. — Вот, там, возле Елани, и есть палестинка, — сказал Митраша. — Отец говорил, — идите на высокую гриву, и после того держите на север. И когда перевалите через звонкую барину, держите все прямо на север, и увидите, там придет вам палестинка. Вся красная, как кровь от одной только клюквы. На этой палестинке еще никто не бывал. Митраша говорил это уже в дверях. Настя во время рассказа вспомнила. У нее от вчерашнего дня остался целый нетронутый чугунок вареной картошки. Забыв о палестинке, она тихонечко шмыгнула к загнетке и опрокинула в корзину весь чугунок. — Может быть, еще и заблудимся, — подумала она. — Хлеба у нас взято довольно, есть бутылка молока, и картошка, может быть, тоже пригодится. А брат в это время, думая, что сестра все стоит за его спиной, рассказывал ей о чудесной палестинке, и что, правда, на пути к ней слепая елань, где много погибло людей и коров и коней. — Ну так что это за палестинка? — спросила Настя. — Так ты ничего не слыхала, — схватился он, и терпеливо повторил ей уже на ходу все, что слышал от отца о неизвестной никому палестинке, где растет сладкая клюква. Блудово болото, где и мы сами не раз тоже блуждали, начиналось, как почти всегда начинается, большое болото, непроходимую зарослью ивы, ольхи и других кустарников. Первый человек прошел эту приболотицу с топором в руке и вырубил проход для других людей. Под ногами человеческими после осели кочки, и тропа стала канавкой, по которой струилась вода. Дети без особого труда перешли эту приболотицу в предрассветной темноте, и когда кустарники перестали заслонять вид впереди, при первом утреннем свете им открылось болото, как море. А, впрочем, оно и было, это блудово болото, дном Древнего моря. И как там, в настоящем море, бывают острова, как в пустынях оазисы, так и в болотах бывают холмы. У нас в блудовом болоте эти холмы песчаные, покрытые высоким бором, называются баринами. Пройдя немного болотом, дети поднялись на первую барину, известную под названием «высокая грива». Отсюда, с высокой пролысинки, в серой дымке первого рассвета, чуть виднелась барина звонкая. Еще не доходя до звонкой барины, почти возле самой тропы стали показываться отдельные кроваво-красные ягоды. Охотники за клюквой поначалу клали эти ягоды в рот. Кто не пробовал в жизни своей осеннюю клюкву и сразу бы хватил весенней, у него бы дух захватило от кислоты. Но брат и сестра знали хорошо, что такое осенняя клюква, и от того, когда теперь ели весеннюю, то повторяли, какая сладкая. Барина звонкая и охотно открыла детям свою широкую просеку, покрытую и теперь в апреле темно-зеленой брусничной травой. Среди этой зелени прошлого года кое-где виднелись новые цветочки белого подснежника и лиловые, мелкие и ароматные цветочки волчьего лыка. — Они хорошо пахнут, попробуй сорвить цветочек волчьего лыка, — сказал Митраша. Настя попробовала надломить прутик стебелька и никак не могла. — А почему этот лык называется волчьим? — спросила она. — Отец говорил, — ответил брат, — волки из него себе корзинки плетут. И засмеялся. — А разве тут есть еще волки? — Ну как же. Отец говорил, тут есть страшный волк, серый помещик. — Помню, тот самый, что порезал перед войной наше стадо. — Отец говорил, он живет на сухой речке в завалах. — Нас с тобой он не тронет? — Пусть попробует, — ответил охотник с двойным казахом. Пока дети так говорили и утро подвигалось все больше к рассвету, барина звонкая наполнилась птичьими песнями, воем, стоном и криком зверьков. Не все они были тут на барине, но с болота, с рого, глухого, все звуки собирались сюда. Барина с лесом, сосновым и звонким на суходоле, отзывалась всему. Но бедные птички и зверушки, как мучились все они, стараясь выговорить какое-то общее всем единое прекрасное слово. И даже дети, такие простые, как Настя и Митраша, понимали их усилия. И им всем хотелось сказать одно только какое-то слово прекрасное. Видно, как птица поет на сучке, и каждая перышко дрожит у нее от усилия, но все-таки слово, как мы, они сказать не могут. Им приходится выпивать, выкрикивать, выстуковать. «Тык-тык!» — чуть слышно постукует огромная птица-глухарь в темном лесу. «Шварк-шварк!» — дикой селезень в воздухе пролетел над речкой. «Кряк-кряк!» — дикая утка-кряква на озере «Гу-гу-гу!» — красивая птичка-снегирь на березе «Бекас!» — небольшая серая птичка с носом длинным, как сплющенная шпилька, раскатывается в воздухе диким барашком. Вроде как бы «Жив-жив!» — кричит кулик «Кроншнеп!» — Тетерев там где-то бормочет и чуфыкает. Белая куропатка, как будто ведьма, хохочет. Мы, охотники, давно с детства своего и различаем, и радуемся, и хорошо понимаем, над каким словом все они трудятся и не могут сказать. Вот почему мы, когда придем в лес ранней весной на рассвете и услышим, так и скажем им, как людям, это слово. «Здравствуйте!» И как будто они тоже обрадуются, как будто они тогда тоже подхватят чудесное слово, слетевшее с языка человеческого, и закрякают в ответ, и зачуфыкают, и зашваркают, и затетекают, стараясь всеми голосами своими ответить нам «Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!» И вот среди всех этих звуков вырвался один, ни на что не похожий. «Ты слышишь?» — спросил Митраша. «Как же не слышать?» — ответила Настя. «Давно слышу, и как-то страшно». «Ничего нет страшного. Мне отец говорил и показывал. Это так весной заяц кричит». «А зачем?» Отец говорил, он кричит «Здравствуй, зайчиха!» «А это что ухает?» Отец говорил, это ухает «Выпь, бык водяной!» «И чего он ухает?» Отец говорил, у него есть тоже своя подруга, и он ей по-своему тоже так говорит, как и все «Здравствуй, выпиха!» И вдруг стало свежо и бодро, как будто вся земля сразу умылась, и небо засветилось, и все деревья запахли корой своей и почками. Вот тогда, как будто над всеми звуками, вырвался, вылетел, и все покрыл особый торжествующий крик, похожий, как если бы все люди радостно, в стройном согласии могли закричать «Победа! Победа!» «Что это?» Спросила обрадованная Настя. Отец говорил, это так журавли солнце встречают. Это значит, что скоро солнце взойдет. Но солнце еще не взошло, когда охотники за сладкой клюквой спустились в большое болото. Тут еще совсем и не начиналось торжество встречи солнца. Над маленькими, корявыми елочками и березками серой мглой висело ночное одеяло и глушило все чудесные звуки звонкой Барины. Только слышался тут тягостный, щемящий и нерадостный вой. — Что это, Митраша? — спросила Настенька-ежесь. — Так страшно воет вдали. — Отец говорил, — ответил Митраша, — это воют на сухой речке волки. И, наверное, сейчас это воет волк серый помещик. Отец говорил, что все волки на сухой речке убиты, но серого убить невозможно. — Так и чего же он страшно воет теперь? — Отец говорил, — волки воют весной от того, что им есть теперь нечего. А серый еще остался один. Вот и воет. Болотная сырость, казалось, проникала сквозь тело к костям и студила их. И так не хотелось еще ниже спускаться в сырое топкое болото. — Мы куда же пойдем? — спросила Настя. Митраша вынул компас, установил север и, указывая на более слабую тропу, идущую на север, сказал, — мы пойдем на север по этой тропе. — Нет, — ответила Настя. — Мы пойдем вот по этой большой тропе, куда все люди идут. Отец нам рассказывал, помнишь, какое-то страшное место, слепая елань, сколько погибло в нем людей, скота? — Нет-нет, Митрашенька. — Не пойдем туда. Все идут в эту сторону, значит, там и клюква растет. — Много ты понимаешь, — оборвал ее охотник. — Мы пойдем на север, как отец говорил. Там есть палестинка, где еще никто не бывал. Настя, заметив, что брат начинает сердиться, вдруг улыбнулась и погладила его по затылку. Митраша сразу успокоился, и друзья пошли по тропе, указанной стрелкой, теперь уже не рядом, как раньше, а друг за другом гуськом. Субтитры сделал DimaTorzok